Продолжение следует... С ознакомительным визитом Главное управление МЧС по Владимирской области посетил временно исполняющий обязанности первого зама губернатора Александр Байер. По указанию губернатора Сипягина теперь он будет курировать на уровне региона вопросы предупреждения и ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций. Александру Байеру показали Центр управления кризисными ситуациями, проводили на плац, где продемонстрировали силы и средства аварийно-спасательной службы, а также передвижной оперативный штаб, предназначенный для работы в зоне чрезвычайных ситуаций. С руководящим составом Главного управления МЧС Байер обсудил основные риски, которым подвержена Владимирская область. Речь шла о природных пожарах, паводковых явлениях, о нарушениях в работе систем жизнеобеспечения. В Рио вице-губернатор отметил важность тренировочных мероприятий, в ходе которых отрабатываются алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации и значимость дежурных. От их умения правильно оценить оперативную обстановку зависит окончательный результат. Региональное управление МЧС стало одним из первых ведомств, которые посетил после своего назначения Александр Байер. В сельском здравоохранении теперь на 11 специалистов больше привлекли их по областной программе «Земский фельдшер». Медики будут работать в ФАПах Киржачского, Меленковского, Ковровского, Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального и Александровского районов. Как сообщает пресс-служба Белого дома, по программе «Земский фельдшер» специалисты среднего звена в возрасте до 40 лет получили по 500 тысяч рублей. При этом фельдшеры взяли на себя обязательство отработать в ФАПах не менее пяти лет. Неделя приема граждан проводится традиционно по всей России в последних числах ноября и в первых числах декабря и приурочена ко дню рождения партии власти. В этом году жалобы населения будут выслушивать с 26 по 30 ноября. Как обычно, в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». В рамках недели приема граждан с жителями встретятся руководители и депутаты законодательного собрания, член Совета Федерации, руководители города Владимира, депутаты городского совета. График приема можно посмотреть на сайте приемная33.ру. Редактор субтитров А.Семкин